Добрый день, уважаемые слушатели! Я рад вас приветствовать на бесплатном семинаре эластичность спроса и ее использования для увеличения прибыли компании. Кратко расскажу о себе. Меня зовут Рулев Сергей Викторович. Я имею два высших образования. Первое образование я получил и закончил в Московский физико-технический институт, где я обучался программированию. Физики начинал программировать еще на таких допотопных машинах, которые занимали половину стола и могли запоминать 140 чисел, либо 959 шагов программы. Программирование осуществлялось в кодах. По окончании института я начал работать физиком-теоретиком. Была такая эпоха Звездных войн и СССР планировал выпустить в космос спутник и из космоса мегаваттным лазером сбивать американские спутники-шпионы. Вот я, как молодой специалист, принимал участие в расчете резонатора для этого лазера. Но потом началась перестройка и многие мои сокурсники перешли в бизнес. Я тоже долго думал переходить, либо не переходить. Даже поступил в аспирантуру. Ну а когда надумал, мне сказали, слушай, пока кто думал, все места расхватали. Закупщик есть, рекламщик есть, продажник есть. Ну вот у нас говорят с бухгалтерией какие-то проблемы. Я говорю, а какие проблемы? Ну главный бухгалтер платит налоги, ничего не экономит. Мы и так, и этак. Могу сказать, что тогда еще только закладывалась налоговая система, то есть и таможен, и пошли наводились. То есть возможности, как говорят, для налоговой оптимизации было достаточно много. Но я понимал, что для того, чтобы разбираться в финансах, нужно получить дополнительное образование, потому что с техническим очень сложно такие вопросы решать. И я поступил и окончил American Institute of Business and Economics, где получил степень MBA. После института я работал в компании DeLoinTouch. DeLoinTouch входит в четверку крупнейших аудиторских компаний мира. Занимался российским аудитом, аудитом по международным стандартам. И занимался трансформацией отчетности из российских международных стандартов. После DeLoinTouch я работал финансовым директором в компании Wimbledon, но не в головном офисе, а в подразделении на реальном производстве. Работал финансовым директором в компании RosDeal, в компании Miramed и в компании Tela. В настоящий момент я работаю в компании специалист. Ну, еще могу сказать, что где я работал, во всех местах я использовал свои знания компьютеров и свои знания финансов для реального улучшения работы предприятия. В свое время я даже организовал собственную компанию Bristol Consulting, для реального улучшения работы предприятий, воведение их на прибыльность, постановки управленческого учета и бюджетирования. И в свое время вывел на прибыльность два отеля в Ханты-Мансийске. Это Югорская долина и Торей. В настоящий момент я работаю в компании специалист, обладаю следующими статусами. Я являюсь Microsoft Certificate Trainer, Microsoft Certificate Professional, являюсь экспертом по Excel, а также являюсь обладая статусами по Management Project with Microsoft Project и Management Project with Microsoft Project Server. И читаю 22 различных курса. Часть курсов – это финансовые, часть курсы – управленческие, часть курсов – они посвящены управлению проектами. Я читаю следующие курсы, читаю Excel 2 уровень 2 расширенной возможности. На этом курсе достаточно много рассказываю про условно-форматирование, про ВПР, про сумму если, про проверку данных. То без чего, без этих знаний практически невозможно не построить бюджет и невозможно создать финансовую модель. Читая Excel 3 уровня «Анализ визуализации данных», здесь можно использовать дополнительные функции – продолжение уровня 2, такие как смещ, как DWSL. То есть это позволяет вам сделать, например, которые графики не будут масштабироваться. Вот все возможности Excel раскрываются на 3 уровне. Читаю Excel 4 уровня «Макросы» на VBA «Visual Basic for Application», чтобы вы могли автоматизировать свои составления отчетности. И, кстати, вот знание макросов. Добрый день, проходите, да? Да, конечно, присаживайтесь. Очень помогает при составлении. Даже могу привести пример, что в одной компании, когда составляли бюджет, бюджет составлялся в отдельных файликах. И любитель, главный акционер, он был любителем Excel, 250 файлов были связаны между собой. Поэтому задача финансового директора нужно было периодически обновлять все эти связи. Ну, а что такое обновление связей? Когда шло обновление связи, все говорили, завтра мы будем эти связи, в общем, обновлять. Поэтому это целая была такая, ну, как говорится, целая задача. Все 250 файлов открывались, потом надо было сохранить, и это все, в общем, сохранялось. Когда я увидел и сказал, что давайте мы напишем макрос на VBA, причем все файлы были еще защищены параллями, поэтому это осложнялось сложностями. И в этом случае открытие и закрытие файлов, обновление всех связей, оно занимало, кроме последнего, вот сюда можно садиться, там не надо, туда не надо, вот сюда можно, да. Значит, занималось два часа, ну, это как бы запускался макрос, автоматически открывался, подставлял нужный параллель, ну, и казначей, которые были, как проблема. Ну, он говорит, ну, вот уже начал закрываться, начал потихонечку, в общем, сохранять. Читая Excel пятого уровня, углубленное программирование на VBA, вы, к примеру, можете указать папочку, и в этой папочке Excel сам откроет ее, просмотрит, какие файлы, и обработает, и составит, ну, то, что вы запрограммировали. Читая расширенные возможности Excel для финансистов, читая три курса по акцессу, первого, второго и третьего уровня, читая следующие управленческие курсы, основы управленческого учета и бюджетирования. На этом курсе, чтобы было понятно, я строю, мы, я, точнее, со слушателями, строю финансовую модель предприятия, составляемый бюджет в Excel, вот такой бюджетик на этом курсе составляется, то есть у нас есть бюджет закупок, бюджет продажи по направлениям, продажи по товарам, производству, складские запасы, затраты производства, причем формулы достаточно большие, если вы посмотрите, вот такие формулы нужно писать, обязательно сразу слушайте, говорю, должны знать абсолютные, относительно и смешанные ссылки, должны понимать, зачем нужны доллары в формулах, складские запасы, затраты производства, коммерческие, управленческие расходы, налоги, инвестиции, кредиты, движение денежных средств, маржа, и бюджет по марже, вы можете видеть, достаточно большой, прибыли, убытки, балансы, движение денежных средств с косвенным методом. Ну, если даже говорить, вот здесь, если у нас прибыль, это финансовая модель, что прибыль, я вижу, что у меня сейчас получается 100 тысяч, ну, либо 100 миллионов, и если я даже изменю, вот, закупки меньше, сделаю в этом случае, именно вот так, то у меня, посмотрю на прибыль, у меня прибыль именно изменится, дополнительно 2 миллиона я заработаю. То есть, это позволяет, я этим тоже пользовался, в процессе работы, ну, как бы, моделировать работу компании. Читаю, следующие курсы, анализ финансового состояния предприятия, на этом курсе тоже активно я использую Excel, и в этом, на этом курсе считываем отчетность с интернета, баланс, отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств, результаты хозяйственной деятельности, и делаем анализ по РСБУ, российским стандартам, ну, вот такой вот красивый уже получается файлик, основные данные, считаем все коэффициенты, собственный оборотный капитал, темпы роста, ликвидность, рентабельность, финансовый леверидж, финансовая устойчивость, платежеспособность, тоже, значит, коэффициенты маневренности, нормальные источники формирования затрат, финансовый рычаг, факторный анализ, оборачиваемость, операционный цикл, чистый цикл, и разбираем модели вероятности банкротства, Дюпона, Альтмана, Кадыкова, Лиса, Таффлера, ну, и присваиваем рейтинг предприятий. Чем это тоже хорошо, что если я возьму и здесь именно изменю, к примеру, в балансе удалю цифры, которые у меня есть, то в этом случае у меня все остальные значения, вы видите, что они неправильно будут считаться, ну, то есть, конечно, означает следующее, вам нужно проанализировать какое-то предприятие, взяли баланс, забили и сразу получили вот такой достаточно большой, в общем, результат, ну, и что могу сказать на всех курсах, которые я провожу, конечно, нужно знать Excel, потому что без Excel вы не сможете строить вот такие очень красивенькие таблички, но, с другой стороны, это действительно возможность очень красиво и очень удобно все, значит, проанализировать. Читая курс организации бюджетного контроля между, значит, организации бюджетного контроля в Microsoft Excel, как организовать казначейство, здесь рассказываю связь между Microsoft Project и 1С, на курсе подготовка и защита бизнес-плана рассказываю про маркетинг, финансовое моделирование компании, на курсе управление с Keyaudit делюсь своим опытом антикризисного управления, на курсе основы экономики для руководителей, менеджеров, специалистов, рассказываю основы микро- и макроэкономики, в частности, рассказываю, как можно было бы до кризиса, вот когда доллар скачнул, примерно определить, на какой цифре он остановится, чтобы случайно не купить доллар по 100 рублей за доллар, вот эта информация, она также будет полезна, если вы будете знать для ваших именно финансов. Читая следующие курсы по Microsoft Project, читая курс основы работы с Microsoft Project, этот курс длится 16 академических часов, а вот второй курс, он длится 40 академических часов, управления проектами в Microsoft Project, и я рекомендую, если вы соберетесь на курс, то именно идти на этот курс. Объясню почему, потому что сейчас очень большая потребность идет именно в специалиста, который владеет Microsoft Project. Если раньше просто деньги давали, теперь говорят, мы деньги вам дадим, но будьте добры, составьте проект Microsoft Project. Директор и акционеры, а это большие деньги, это миллиарды рублей идут, хватается за холл, ну все строительство. Соответственно, у нас в компании имеется много заказов корпоративных на обучение Microsoft Project и на рынке, и ищут людей, которые владеют и умеют работать в этой программе. Ну и отличие от Excel, Project нужно не просто уметь нажимать на кнопочки, а еще и знать методологию, а вот методология это как раз вот дается на курсе управления проектами на основе стандарта NC, PMI, PMBOK версии 5. Здесь 24 часа, ну и как вы понимаете, за 16 часов очень сложно рассказать и методологию, и рассказать, как составлять именно проекты. Читая курс «Корпоративная система управления проектами» на основе Microsoft Project Server, читая курс «Разработка бизнес-плана в программе Project Expert Holding», читая, ну вот я сказал про PMBOK, я вам рассказывал, читая курс «Операционный производственный менеджмент», это свод знаний для руководителя производственной компании и компании, оказывающей услуги, и читая выездные два курса, это «Организация эффективного контроля финансовой службы предприятий и организация и оптимизация ключевых расходов компании». Первый курс читается в Вене, второй курс читается в Амстартаме. Какие вопросы личного плана? Если вопросов личного плана нет, давайте тогда приступим к нашему курсу. Ну и на нашем курсе мы поговорим про такие важные понятия, что такое эластичность и как ее рассчитывать на основе исторических данных. Ну и второе, мы обсудим, что такое маржа и прибыль, чем они отличаются, и когда нужно, какие решения принимать по марже, какие решения нужно принимать по прибыли. Рассмотрим, как можно классифика... ну и нужно классифицировать затраты, ну и определим, как найти оптимальную цену на товар с максимальной маржой. Если мы будем говорить, кто знает, что такое эластичность, поднимите руки. Вы, ну вы, знаете или нет? Итак, сразу, в общем, все, и в общем, все, в общем, действительно, действительно, многие пугаются. Кто, что? Что-то изменчивости. Ну, если даже вы знаете, зачем она нужна? Это типичный вопрос, это типичное. Люди вообще не знают, а на самом деле это основы основ, и вот это, конечно, тема данного семинара. Конечно, чтобы получить полные знания, семинара недостаточно, но какие-то основные моменты я вам хотел сказать. Второе понятие, что такое маржа? Знаете? Разница, что... Между чем? Уважаемые слушатели, между закупкой и... Между закупкой и продажей. Ну так, что-то ответили, но непонятно, что я могу так в общем сказать. Слушатели вебинара, которые у нас, вы можете присылать в чат. Я чат в телеграмке, я телеграмке буду записывать. На самом деле, это два важных, ключевых понятия, потому что, ну давайте будем рассуждать. Предприятие должно зарабатывать больше денег. С этим все согласны? Естественно, вот это все понимают, но для того, чтобы принимать решение, нужно нам считать маржу, чтобы принимать правильное решение. А для правильного решения нужны, нужно выставлять правильную цену. А какая цена должна быть? Большая, маленькая, оптимальная. Ну это очень вот хорошо, о чем вы сказали, оптимальная цену, а как эту цену определить? Вот это можно делать только с помощью именно эластичности. Ну вот, Павел нам написал, прислал телеграмку, что маржа между, разница между затратами и прибылью. Вот это очень многие читают, но тут возникает два больших, очень больших вопроса. Вопросов, что мы считаем затратами? Понимаете, капитальное строительство, это затраты, либо не затраты. Зарплата директора, затраты, либо не затраты. Затраты, например, какого-нибудь мастера. И тут можно, понимаете, можно затраты посчитать по одному, можно затраты посчитать именно по другому. С другой стороны, возникает это, ну вот, прибыль, тоже прибыль можно посчитать. Поэтому вот эти тонкости будут вам давать разные, значит, разные результаты. А в зависимости от того, что у вас разные результаты, вы будете делать разные выводы. Ну, чтобы мы разобрали, мы эти вопросы с вами обязательно разберем. Ну, вот Оксана написала, что это разница между себестоимостью и стоимостью продажи. Тоже, действительно, вопрос, что такое у нас себестоимость, стоимость продажи. Поэтому вот такие вот моменты, они очень важны для расчета моржи. Скажите, пожалуйста, чем занимается генеральный директор? Кто знает? Всем. Всем. Это неправильно. Он, как у вас, коридоры подметает, тоже всем. Чем вообще занимается генеральный директор? Кто у нас знает? Вообще, генерального директора видели? С живьем так. Так, проходил где-то, в общем-то. Но вообще, генеральный директор, давайте будем рассуждать, принимает управленческое решение. Согласны? Поэтому сидит генеральный директор в своем кабинете, к нему заходит его сотрудник, ну вот, вырабатывает стратегию компании, Оксана пишет. Ну, стратегия, стратегия, но тоже, ну, согласен, стратегию он должен вырабатывать. И, когда он занимается выработкой стратегии компании, тут к нему заходит сотрудник и говорит, Иван Иванович, вы знаете, вот к нам пришел клиент и хочет купить у нас большой объем, большую партию товаров, ну, к примеру, там, то, что мы продаем это 30 процентов от наших месячных продаж, будем ему отдавать? Ну, в три раза меньше, чем мы продаем за месяц, он хочет купить за один раз. Будем продавать его? Ну, естественно, будем. Но он требует скидку и тоже большую. И говорит, как мне в этом случае поступать? Ну, Иван Иванович сидит, смотрит, ну, вы знаете, что сейчас гаджеты развиваются очень усиленными темпами. У него на столе такие стоят стилизованные часы такие красивые. Сверху этих часов есть маленькая дырочка. Под этой дырочкой подмонтирован микрофончик. Микрофончик улавливает все звуки, которые ему говорят, ну, в кабинете у него. Все это распознается. Речь и сразу показывает результат. И, соответственно, там показано, он так рассказывает, разговаривает, а сам так косится на эти приборчики на свои часы и там написывает плюс 100 тысяч долларов. Говорит, а почему вы здесь стоите? Быстрее вниз идите, чтобы клиент не ушел и кофем его напоить, потому что в этом случае мы дополнительно заработаем 100 тысяч долларов. Заходит другой сотрудник и говорит, Иван Иванович, а вот мы хотим запустить проект, у нас будет огромная прибыль. И эту прибыль мы выложим миллион, но мы заработаем 10 миллионов через 3 года. Иван Иванович слушает, и так, косится на приборчик, а там показываются убытки 5 миллионов за первые 2 года. У меня вопрос, что должно показываться на экране данного прибора? Вопрос к вам, что должно показываться? как эта цифра называется? Либо ваше мнение, что показывается? Не уверен, что может показываться, но не уверен. Ну не уверен, но вы скажите, в чем не уверены? Не можете. Что должно показываться директору? Вот слушатели вебинара скажут, что должно показываться? Вот на приборе как раз и должна показываться маржа. Поэтому если мы не знаем, что такое маржа, мы не сможем принимать правильное управленческое решение. Почему я вам говорю? Ну конечно такого приборчика нет. Таким приборчиком должен быть финансовый департамент, который может и должен рассчитывать маржу по каждому направлению, по каждой сделке, по каждой группе товаров, и если у вас маржа будет, то в этом случае вы будете принимать правильное управленческое решение. Если мы не знаем, что такое маржа, не умеем ее считать, либо будем считать неправильно, то в этом случае конечно решение будет приниматься неверное, можно даже сказать, с потолка. теперь давайте посмотрим, для того, чтобы подойти к марже, мы разберем постоянные и переменные затраты. Постоянные затраты это затраты компании, которые не зависят от объема выпускаемой продукции. Это такие затраты, как зарплата бухгалтерии, постоянная часть заработной платы отдела продаж, налог на имущество и тому подобное. Приведите пример постоянных затрат. Материальные затраты это какие материальные затраты? Уважаемые слушатели вебинара можете присылать именно ваши ноты оплата аренды. Павел у нас пишет это оплата аренды правильно. Ваш пример постоянных затрат? Не знаю, ну как-то вот в общем тоже в общем сложного на самом деле нет. Что? В голову ничего не лезет, в голову ничего не лезет, а чтобы в голову хорошо лезло, что должно быть на работе? Ну к примеру убирать должны у вас? Что? Ну должны. Вот уборка это какая у нас затраты? Постоянные или переменные? Ну конечно это оплаты постоянные, затраты постоянные. Как определить постоянные затраты, что мы могли смотреть? Представьте, что в нашей компании ничего не продает. Вот такое быть? Что мы начали продавать, хотели продавать, целый месяц продаем, но продажи равняются нулю. И в этом случае действительно у нас вот что в этом случае мы будем платить? У нас будем мы платить именно постоянные затраты. Теперь если мы посмотрим переменные затраты, то переменные затраты это затраты компании, которые зависят от объема выпускаемой продукции. это такие затраты как себестоимость товаров, премиальная часть заработной платы отдела продаж, расходы по доставке товарам покупателям и тому подобное. Приведите пример переменных затрат. Ваш пример. Сдельная заработная плата. Пятерка. Ваш пример. принимаем закупки товаров. Вот Павел написал. Тоже пятерка. Ваш пример. Вот Оксана у нас обычно присылала, сейчас как-то не присылает. штрафы. Штрафы. А штрафы, вот Андрей записал, штрафы за что? Штрафы за что? Штрафы это переменные затраты или постоянные затраты? Пришла к вам пожарная инспекция и взяли вас оштрафовали. Это переменные затраты либо постоянные? Переменные. А как это? Почему вы считаете, что переменные? Как-то не то и не другое. Раз в год. И почему оно переменное? Не так часто входят. Вот смотрите, как мы будем рассуждать. Если у нас очень много путается между переменными затратами и постоянными затратами, как проще всего их определять. Представьте, что у нас мы продаем ничего. Начали продавать, никто не берет, пытались и так, и по-другому, продажа равняется нулю. Скажите, пожалуйста, мы будем платить зарплату бухгалтерии? Да, мы соответственно зарплату бухгалтерии платим. Мы будем платить постоянную часть заработной платы делу продаж. Конечно, я не знаю, сколько им выговор объявят. Может, у них такое будет шаткое положение, что они ничего не продали, но все-таки какую-то заработную плату не получат. Может быть, в последний раз, я уж не знаю, но, по крайней мере, заработная плата будет заплачена. Налог за имущество мы заплатим? Конечно, мы заплатим. Вопрос, штраф мы заплатим, если придет на проверяющий по прожарной безопасности и наложит на наш штраф? Вопрос к вам. Будем платить? заплатить? Будет оплачивать штраф? Ну, конечно, поэтому здесь мы пишем именно штраф у нас будет вот. Ну, если мы вот такой имели штраф, соответственно, у нас получается здесь штраф. Что мы еще будем платить? Амортизация. Ну, амортизация тоже, можно сказать, постоянный затрат. про амортизацию могу сказать немножечко. Она больше относится уже к инвестициям. Вот как бы вот так. Потому что многие включают ее именно в расходы. Кстати, по российским стандартам она входит в себестоимость товаров, но по западным стандартам, если мы будем входить, она начисляется после EBIT. Это Earned Before Interest Taxation Amortization and Depressation. то есть она как бы это инвестиционная составляющая. Она входит не в постоянный, входит не в перемены. То есть если купил имущество, то я хочу, не хочу, амортизация начисляется. Переводя на такой простой язык, это получается так, затраты уже сделаны раньше, поэтому ничего я платить не буду. И если моя компания сейчас ничего не добьется, это просто-напросто означает, что неправильно были сделаны какие-то предыдущие значения. Поэтому амортизацию как бы я сюда не включаю, а вот сюда мы включаем затраты, которые мы будем именно платить. свои, поэтому у нас будет штраф, какие-то постоянные, ну, постоянные затраты, заработная плата, дело продаж, и что? Налоги какие мы будем платить? Ну, затратные, да. Ну, понимаете, с налогами тоже такая хитрость, я почему говорю, что налоги могут быть как бы и постоянные, и переменные, вот прибыль она постоянно, либо переменные. Понимаете, вот тут как бы с одной стороны постоянные, а с другой стороны она переменная. А если наша компания использует оптимизацию налогообложения, как сейчас говорят, тут вообще вы именно запутались. Поэтому все, что мы запишите, либо запомните, так что все, что мы, если мы включаем, будем платить при нулевых продажах, является постоянными затратами. Именно платить, когда мы будем платить. Ну, и если мы посмотрим, у нас телеграмки тоже поступили, значит у нас кто-то у нас вайтинг фонеем есть, не может, если вы правой кнопочкой щелкните на своем имени, можно ввести e-mail и e-mail и имя, чтобы я видел, как вас называть. Завалили эвакуационные проходы товаром, вот и штраф. Поэтому если они завалены, мы понимаем, что в этом случае это не связано с продажей. Ну, индексация зарплаты, кто принимает решение об индексации зарплаты? Бухгалтер, ну, вы знаете, конечно, хорошо бухгалтер, вообще руководитель принимает, оно как бы с продажами у нас не связано, поэтому, ну, это у нас сегодня зарплата моет одна, какие-то другая затрата, зарплата может быть завтра другая. Ну, вот Оксана пишет, это расходы на производственные нужды постоянные, мы должны делать какую-то регламентную работу. Продаем мы, не продаем, все равно у нас эти затраты будут. Теперь давайте немножко посмотрим с точки зрения переменных затрат. Если мы будем смотреть по переменным затратам, представьте, что наши продажи выросли в 10 раз. Скажите, пожалуйста, кто больше всех получит денег? Отдел продаж, они за что получат, если у них фиксированная часть зарплата? Премии. Вот премии, если у них проценты, то в этом случае действительно вот все, что у нас мы будем платить много, ну, в 10 раз больше, это будут у нас переменные затраты. Поэтому если мы видим, что отдел продаж убегает из кассы с такими толстыми карманами и в карманах у них лежат толстые пачки денег, мы понимаем, что это переменные затраты. Пошли продажи, мы вынуждены будем вводить, значит, платить вот эти расходы. что у нас еще, какие у нас затраты возрастут, если у нас прогноз, точнее, факт продаж существенно возрастет. Закупать товаром нам надо будет? Конечно, потому что мы продали товары, закупщик говорит, надо еще завтра везти партию, привезли партию, опять раскупили, опять оплатили, опять раскупили, что еще у нас будет? Транспортные расходы, транспортные расходы, которые связаны с чем? Есть транспорт, директора возят. Доставка товаров, вот доставка товаров, это у нас, значит, вот Оксана пишет, логистические товары, логистические затраты, они все у нас полностью возрастут, и поэтому вот эти затраты у нас являются переменными. Что у нас может еще исти? Себестоимость товаров, кроме себестоимости премиальной части, вот все, что как раз возрастает, действительно это получается относится к переменным затратам. Какие вопросы по различию между постоянными и переменными затратами. Ну, то есть, если мы будем говорить, что, значит, смотрите, если мы будем смотреть и покажем, вот, если мы будем смотреть на графики, и я нарисую вот так этот график, у нас объем продаж имеется вот здесь, то есть, мы объем продаж делаем, а здесь у нас затраты, которые у нас будут возрастать. Если у нас затраты не зависят от объема продаж, вот как красинки, то есть, у нас здесь, к примеру, 0, а здесь, ну, там, например, 10 продаем, здесь 20 продаем, и здесь продаем 30. Вот это затраты у нас постоянные. То есть, как заработную плату получал главный бухгалтер, так он и будет получать независимо ничего. Второй тип затрат возникает, это, которые растут у нас пропорционально, значит, они растут у нас пропорционально объему продаж. То есть, возрастает объем продаж, и мы видим, что какие-то у нас затраты идут именно так, какие-то у нас затраты могут идти, скажем так, значит, сейчас, какие-то затраты у нас могут идти вот так, это тоже переменные затраты, а какие-то затраты, будем говорить, они у нас тоже идут постоянные, поэтому параллельные затраты, которые не зависят от выпуска продукции, они являются постоянными, которые увеличивают с производством объемом, с объемом продаж являются переменные. Поэтому, что мы можем, ну, очень важно разделять с точки зрения, вот, Оксана пишет, постоянные мы можем учитывать переменные, прогнозировать, прогнозировать мы можем идти и другие, как бы, не бывает такого идеального варианта, что постоянные являются именно постоянные, переменные являются именно переменные. Если мы посмотрим, давайте будем смотреть, директор, зарплата у директора постоянная, либо непостоянная. Можно сказать постоянная, а если он план перевыполнил в пять раз, премию ему дадут? И главного бухгалтеру может тоже перепасть, правильно? Скажут так, с барской руки, ей принесут и скажут, ну давайте мы вам все-таки премию дадим. Поэтому на самом деле, реально, вот эти затраты, они идут, ну как вот, как лесенка, вот так вот идут. Аренда склада, у нас аренда склада постоянные затраты, либо переменные? Постоянные. А если у нас объем продаж в десять раз увеличится, нам склад нужно больше? Понимаете? Вот у нас получается, что хотя у нас затраты возникают, поэтому можно говорить, что даже говорят условно постоянные и условно переменные. Точно так же с переменными затратами, если мы будем говорить, что при переменных затратах, если мы закупаем партию товаров, если я купил один компьютер, скидку мне дадут, не дадут, а если куплю десять, то у меня может быть скидка, если я еще буду покупать, то в этом случае они тоже не ведут себя как бы действительно неизменные по стоимости за одну единицу. То есть, если я покупаю компьютер двадцать тысяч он стоит, ну понятно, если я куплю сто компьютеров, это уже не по двадцать мы вам продадим, а по восемнадцать тысяч, поэтому это значение есть. Ну и если мы будем смотреть, как проводится анализ, когда проводится анализ, разделение на постоянные переменные затраты используются для принятия решений операционного характера, краткосрочного характера. А кто может сказать, чем решение краткосрочного характера отличается от долгосрочного характера? С точки извения финансов. Вот я сижу и принимаю решение краткосрочного характера. Либо директор приходит и говорит, а почему вы принимаете краткосрочного характера? Давайте примем долгосрочного. А разница между этими решениями в чем возникает? Кто может сказать? Слушатели вебинара могут тоже написать. Во времени нет. А что по времени? Понимаете? По времени может краткосрочное тоже быть краткосрочного характера, но оно тянуться 5 лет. А может быть долгосрочного характера, но оно говорит, давайте завтра резко это все сделаем. Конечно, по времени, но связано частично. То есть обычно не получается решение долгосрочного характера в короткие сроки уложить. Риски вообще с рисками здесь не связан. Андрей пишет. Ваша точка зрения чем могут отличаться краткосрочного и долгосрочного? Давайте будем говорить. Краткосрочного характера нам надо принять решение завтра. Что мы завтра можем сделать? Совет директоров идет и говорит, вы знаете, такой сложностью у нас возникает, не особо хорошая ситуация, поэтому давайте быстро эту ситуацию откорректируем. и поэтому записываем, что нужно сделать завтра. Что мы можем сделать в нашей компании? Цены можем изменить? Можем. Дальше что? Ну, Атаксана пишет долгосрочно плюс интуиция. Что еще можно сделать? Закупить другую партию товаров можем? Можем. То есть мы можем на самом деле изменить цены. Мы можем выбрать какую-то другую партию товаров. Мы закупили одни например мониторы Asus либо компьютеры Asus будем закупать компьютеры Dell. Закупили одну модификацию будем закупать другую модификацию. Но скажите пожалуйста можно ли построить новое производство завтра? Почему нет? Что нужно именно время и нужны именно инвестиции. Вот в этом случае понимаете с тем же складом можем ли мы завтра арендовать склад? Вот это сложно. Завтра арендовать склад невозможно потому что его нужно будет переоборудовать его нужно адаптировать его нужно настроить. Поэтому вот решение краткосрочного характера обычно принимает исполнительный директор. У нас есть склад у нас есть штат а можно завтра всех уводить и набрать новых? Нет. Поэтому мы говорим мы предполагаем в краткосрочном плане вот это очень важно для понятия разделения постоянных и переменных расходов что в краткосрочном плане мы никого не сокращаем никого не набираем никому не изменяем постоянную заработную плату не оптимизируем сотрудников бухгалтерии не изменяем наши там например складские помещения торговые помещения где мы торгуем но мы говорим да но мы можем поменять вот какие-то ну например ассортимент либо что-то еще и вот все что мы можем именно здесь менять входит как раз в релевантный уровень точнее вот так даже вот в релевантный уровень и вот когда я провожу релевантный уровень вот обратите внимание что здесь кривая видите она как бы идет но я могу сказать что на протяжении вот этого пути вот этого релевантного уровня вот здесь наша кривая наши постоянные затраты действительно являются Train понятно Что если оборот возрастет у нас в 10 раз, то склад нам придется менять совсем по-другому. Систему торговли, систему производства придется перестраивать. Но в краткосрочном плане никаких изменений не будет. Исполнительному директору скажешь что? Знаешь, так, ну директор ему сказать, вот у тебя есть склад, у тебя есть бухгалтерия, у тебя есть, например, там какие-то отделы продаж, вот пожалуйста, принимай решение именно краткосрочного характера. Если мы будем говорить решение долгосрочного характера, то в этом случае мы можем вообще сказать, мы давайте одно направление закроем, что-то перепрофилируем, будем продавать совсем другое. И здесь вот эти вот наши елочки, они как раз могут такие лесенки и возникнуть. То есть, когда мы будем рассуждать и когда мы двигаемся отсюда сюда, вот это уже решение долгосрочного характера, а вот здесь находится решение краткосрочного характера. Ну если мы будем говорить, давайте рассуждать, когда в компании не будут говорить, когда в компании будут задумываться о возможном сокращении, насколько должен упасть объем продаж, чтобы в компании задумывались о возможном сокращении. Ну вот на 2 процента упадет, будут думать о возможном сокращении, а на 90 процентов подумать, ну вот когда, сколько уровень примерно? На 2 процентов, я думаю, не задумывается, это знаете, плюс-минус такое идет, не так-то много, погрешность, конечно. Ну процентов 15, вот на 15 процентов если упадет, но все как бы думают, да, прогнозик какой-то падает, это же не обязательно, чтобы полное сокращение будет. Но кого-то скажут, что наверное вот здесь будет сокращение, поэтому вот эта прямая может именно перейти вот сюда. Поэтому вот где-то 15 процентов, где-то есть вот здесь вот, ну 15 процентов плюс-минус, наши затраты являются постоянно, действительно, постоянными затратами. Какие вопросы? Улягойся так чуть-чуть. Теперь давайте еще рассуждать, сейчас мы посмотрим, с точки зрения прибыли. Вопрос тоже не зря задаю, сталкивался, некоторые по-разному смотрят. Скажите, пожалуйста, прибыль надо считать по оплате, либо по отгрузке. Пришел человек, пришел покупатель, купил товар, купил товар в июне, я ему товар отгрузил, но он говорит, я вам денег не заплачу сейчас. Я ему товары отдал, а в июле он мне заплатил за эти товары деньги. Вот прибыль, если я считаю по отгрузке, в момент отгрузки я начисляю прибыль. Если я считаю по оплате, ну я как рассуждаю по отгрузке, товары ушли, значит прибыль я себе показываю. С другой стороны, он же может не заплатить. Поэтому в этом случае, если я считаю по оплате, когда деньги поступили, я понимаю, что никуда не денется, то в этом случае прибыль я считаю по оплате. Как надо считать, по отгрузке, либо по оплате? Ваша точка зрения. С вашей точки зрения. Денежные по оплате, ваша точка зрения. По оплате. Ну вот Павел посчитал по оплате, Оксана сказала по отгрузке, а ваша точка зрения? По оплате. Знаете, деньги у меня в кармане, и как бы считается, что все замечательно. Такой вопрос. Давайте будем рассуждать. Мы посчитали, что если мы посчитаем прибыль по оплате, и риск случайной гибели, порчи товара после того, когда этот товар отгрузили. На ком лежит, на покупателе, либо на продавце. Вы купили большой телевизор в магазине. Плазменная панель, 199 дюймов в диагонали. В кредит купили. Ну, кредит вам предоставила торговая компания. Она говорит, не надо в банк, вы просто нам будете платить с рассрочки платежа. Вы этот кредит, вы этот телевизор везли домой, и, к сожалению, на лестнице поскользнулись, ну, не дай бог, конечно, и телевизор у вас разбился. Скажите, пожалуйста, это чья вина магазина, который вот не усмотрел, что вы его правильно принесете, либо ваше? Ваше. Вопрос такой. Если магазин вам товар отгрузил, он за этот товар отвечает? Гарантия, это какая гарантия, если он развалился на 25 кусочков, в общем, понимаете? Вы, конечно, можете склеить. То в этом случае, вот правильно, Павел говорит, что это риск покупателя. Поэтому, что вам скажет магазин? Что я вам что сделал? Я вам... А вы можете этот товар вернуть ему? 25 кусочков сказать? А вы знаете, я передумала. Вот все-таки уже я вам возвращаю вот этот товар, и на самом деле. Поэтому тоже запишите распространенная ошибка. Нужно считать именно по отгрузке. Прибыль считаем исключительно по отгрузке. Потому что как только мы товар отгрузили, у нас пропадает возможность контролировать данный товар. Какая вероятность того, что данный товар... Вот смотрите, еще что очень важно. Что у меня на складе находится 10 телевизоров. Ко мне приходит первый покупатель, я отгрузил, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и десять телевизоров. У меня ушли десятью, я отгрузил различным покупателям. Что у меня на складе будет? У меня будет ноль. Понимаете? Но с другой стороны, и я выполню работы по доставке этих телевизоров. Я выполню работы по монтажу этих телевизоров. Я выполню работы по настройке телевизоров. Ну бывает, там кондиционеры можно настраивать и все. Если я устанавливаю кондиционеры, я должен платить собственных работников? Я же должен заплатить работников. Они скажут, что деньги вы мне должны заплатить. Могу я сказать работникам? А вот вы знаете, вот когда мне заплатят, тогда я и вам заплачу. Что они на это скажут? Они скажут, нет, это ваши в общем проблемы. Поэтому тоже, даже если мне не заплатят, это будет, что я неправильно продал или неправильно деньги выбил из покупателя? Кто будет заниматься выбиванием денег из покупателей? Ну, кто продал? Ну, на самом деле уже это вопрос не продаж. Это вопрос там юридического отдела, правильно уже идет? Будет заниматься юрист, будет еще заниматься какая-то служба. Но, по крайней мере, это уже вопрос совсем другой. Товар ушел, мы его установили, мы его смонтировали. И риск гибели уходит, переходит от нас к покупателю. Что мы должны от покупателя получить? Деньги. Как называется, значит, состояние, когда мы должны, как называется задолженность, если мы должны получить от покупателя деньги? Как это задолженность? Дебиторская либо кредиторская? Кредиторская. Ну, на самом деле, совершенно наоборот. Значит, в этом случае это называется дебиторская задолженность. Потому что кредиторская нас кредитует. Вот если нам дали деньги на покупку какого-то товара, ну, предоплату мы взяли. Вот в этом случае тоже, смотрите, важно. Вот это будет кредиторская задолженность. Но если мы товар поставили, то в этом случае у нас дебиторская задолженность. И мы в этом случае, ну, надо эту задолженность, в общем, получить. Ну, Оксана пишет, прежде чем продавать кредит, должен быть составлен договор, в котором все моменты будут учтены. Это все правильно. Второй вопрос по поводу, чтобы было, прояснились. Вам дали предоплату на товар, чтобы вы поставили супер-пупер кондиционер, 1 миллион рублей. Вы считаете, к примеру, по оплате, вы сказали. Скажите, пожалуйста, это ваша прибыль вы покажете, либо не покажете. Вы деньги получили, надо этот заказ разместить в Германии. Германия должна этот кондиционер сделать. Кондиционер должен приехать в Россию, и вы его должны смонтировать. Вот вам заплатили деньги. Это прибыль ваша, либо не прибыль? Пока получается не прибыль. Давайте будем рассуждать, как может получиться. Деньги заплатили, вы разместили заказ в Германии, и через месяц Германия говорит, к сожалению, мы не можем произвести данный кондиционер. Что с вас потребуют покупатели? Вернуть деньги обратно. Деньги туда, деньги обратно. Деньги туда, деньги обратно. Если мы будем считать, что никаких штрафных санкций не предусмотрено, вы ему вернете деньги, и если бы вы показывали, что продажи есть, тогда действительно была бы такая особенность. Какие же продажи? Мы деньги взяли, вам заплатили. На самом деле вы показываете продажи. Когда обратно, это возврат товара. Вы говорите, ну и товара-то не было. Нам просто-напросто деньги заплатили. Еще сложность может возникнуть. Вот я сразу объясняю, чтобы хорошо улеглось. У нас есть кондиционер маленький. Мы можем поставлять кондиционер большие и кондиционеры средние. Кондиционеры маленькие, пусть стоят 10 тысяч, средние 50 тысяч, большие 100 тысяч. Мы постоянно поставляем кондиционеры, и наш клиент постоянно нам заплатил предоплату в виде аванса 1 миллион рублей. Он говорит, я вам деньги заплачу. А потом, какие нужно, я вам буду, ну какие-то услуги вы мне будете оказывать, либо, например, требовать товара. Вот в момент оплаты, это же еще не продажа, мы же даже не знаем, какие кондиционеры составят. Поэтому в этом случае, это когда вы делаете оплату, это у вас аванс, и аванс должен всегда быть обозначен. Но вот и всегда этот аванс можно вернуть обратно. Правильно? Ну, конечно, люди не хотят возвращать, но зачастую, если вы идете в какую-нибудь медицинскую клинику, вы можете разместить аванс и сказать, что да, мы там будем оказывать услуги. Какие услуги, непонятно. Но в конце вы вот эти вот денежки можете взять, ну, конечно, не будут сопротивляться, но по идее вы можете сказать, услуг не оказана, деньги вам 20 тысяч заплатил, вот, пожалуйста, 20 тысяч, ну, либо 19 тысяч на тысячу вы воспользовались, я хочу именно обратно. Поэтому пока услуга не оказана, товар не отгружен, мы не можем показывать прибыль. Ну, а если мы уже кондиционер смонтировали, даже денег не заплатили, можем мы этот кондиционер демонтировать? Вот тут действительно вы уже скажете, извините, паровоз уже ушел, кондиционер вам поставлен, уже мы его не можем демонтировать, поэтому отгрузка состоялась. Какие вопросы вот по, как считать прибыль? Не зря я чувствую спросил, потому что у многих возникают такие вопросы, поэтому, кстати, тоже очень важно, в одной компании я консультировал, пришел, и когда задолженность, вы правильно сказали, которую должны нам, называется дебюторская задолженность, и когда я у собственника спрашиваю, говорю, как у вас дебюторка? Он говорит, а у нас дебюторки нет. Говорю, как у вас нет дебюторки? Он говорит, очень просто, потому что мы начисляем продажи именно в момент, когда поступают деньги. То есть они монтируют кондиционер, соответственно, товар туда уходит, и вот когда деньги поступают, они только показывают прибыль, показывают эту реализацию. Ну, я ему задаю вопрос, ну, вы же начисляете заработную плату монтажнику, он говорит, начисляем, у вас товар уходит со склада, уходит, назад вы его не можете вернуть, никак, говорит, не могу вернуть, и получается следующее, что как бы компания работает, не работает, ну, вот мы, например, поставили пять кондиционеров, ни за один не заплатили, у вас получится реализация ноль, а куда вы спишите кондиционеры? Они же у вас не на складе находятся. Если реализация, я бы сразу сказал, все, они бы с моего склада ушли, это не мои уже товары. А вот если вы делаете по отгрузке, получается, что они якобы у вас находятся на складе, что это неправильно, якобы вы ничего не работали, якобы вы никакие услуги именно не оказывали. Поэтому очень важно вот эти вот значения четко учитывать, и прибыль считать именно по отгрузке. Какие вопросы? Движемся дальше. Теперь давайте посмотрим определение маржи. И если мы скажем определение именно следующее, маржа от продажи товаров, услуг, либо работы направления, равна изменению прибыли компании. Если принимается решение продавать товар, оказывать услугу, либо мы продолжаем работу направления. То есть как нужно считать вот это определение? Вот смотрите, я это сейчас зачеркиваю, как бы и говорю, что маржа от продажи товара равна изменению прибыли компании, если принимается решение продавать товар. Либо, я говорю, маржа от оказания услуги, равна изменению прибыли компании, если мы примем решение отказать услугу. Либо маржа от работы направления, равняется изменению прибыли компании, если данное направление будет работать. Ну и вот очень важно, что мы здесь говорим изменение прибыли компании, которая у нас возникает. Если мы будем смотреть, вот когда директор, представьте, сидит директор, либо менеджер сидит, либо сидит кто-нибудь, ответственный работник, и вы приходите и говорите, продайте мне товар. Бывает же такое. Ну, кассир в кассе принимает тот человек, который, ну, кассир в кассе, он не принимает никаких решений продавать, либо не продавать, а вы говорите, вот дайте мне скидку, я у вас куплю. И директор думает, продавать вам, либо не продавать. Представьте, что мы имеем возможность заморозить время, ну, отмотать время обратно, и у нас получается следующая ситуация, что у нас мы вначале идем вот так, а потом мы принимаем два решения. Либо мы можем его продать, либо мы можем его не продать. То есть в этом случае решение будет, естественно, ну, давайте вот эта вот стрелочка у нас будет, нет, она будет у нас красная. Вот так у нас нет. То есть у нас здесь получается нет. Директор сказал нет. Вы разворачивались, извините, продать с такой скидкой не может. Вот же, здесь вы говорите, да, давайте мы вам продадим. После этого мы все остальные значит, действия, которые были в компании, мы будем считать, что они одинаковые. и поэтому мы работаем компанией, ну, до конца какого-то нашего, в общем, отчетного периода. Здесь посчитали прибыль. Здесь у нас прибыль, получается, прибыль, прибыль, да, и прибыль, ну, давайте вот так тут, ну, латинский я написал, прибыль, нет. То есть мы как бы делаем так, мы говорим, да, посчитали прибыль, потом, с этого момента я беру, отматываю все обратно, ну, как говорится, возвращаясь в эту, в эту точку, и директор говорит, нет, мы не будем это продавать. Соответственно, идем сюда, и опять у нас месяц заканчивается, ну, вот будем считать, что это первое число, а это у нас тридцать первое число. После этого, я считаю, прибыль, да, и прибыль, нет. Вот скажите, если прибыль, да, будет больше, чем прибыль, нет, решение о том, что покупать, это было правильно, либо неправильно? Ну, если я сказал, да, и здесь я заработал, ну, скажем так, я заработал здесь 150, а здесь у меня будет 170. Скажите, вот из-за того, что я сказал, да, и прибыль получил 170, это хорошо, либо плохо? Вы это просто сказали, что плохо, я вот так вот, как бы, что? Ну, а что по марже? Прибыль, мы говорим прибыль. Денег, денег, знаете, как говорят, чистоганом получил 170 тысяч. Вот, вы пошли, что-то там продавали, покупали, и у вас получилось 150 тысяч. Потом, делали то же самое, кроме одного момента, у вас получилось 170 тысяч. Вот, решение было принято в тот момент, правильно, либо неправильно? Давайте будем говорить, если у вас будет 170, тысяч в конце месяца, это хорошо, либо плохо? Чем 150? Что? Да, вот, когда вот так, на собственный карман, вы говорите, да. Ну, естественно, когда, если 170, прибыль, это лучше, то мы понимаем, что решение было принято правильное. Потому, что, из-за того, что директор сказал, да, наша прибыль, насколько возросла? на 20. То есть, она возросла, и вот здесь я как раз могу показать, что дельта получается 20. И вот эти 20, как раз и есть маржа. То есть, вот это и есть как раз маржа, которая показывает изменение прибыли компании, если принимается решение, продавать, либо не продавать. То есть, у нас может, например, действительно решение, директор сказал, да, и мы понимаем, что, ну, на 20, там, тысяч, мы денег заработали больше. Сказали, нет, в этом случае, действительно, меньше мы получили вот этих денег. Скажите, пожалуйста, если бы здесь получилось не 150, а получилось бы 130, а было бы не 20, а было бы минус 20. Вот в этом случае правильно решение было принято директором? Конечно, в этом случае решение было бы принято неправильно, потому что мы понимаем, из-за того, что мы подписались под каким-то контрактом, и в этом случае у нас возникло, ну, уменьшение нашей прибыли. Ну, и вот возвращаясь сюда к нашим слайдам, мы видим, что маржа от продажи товара равна изменению прибыли компании, если принимается решение продавать товар. Вот мы приняли решение, и смотрим, как оно повлияло. Маржа от оказания услуги равняется изменению прибыли компании, если принимается решение продавать услуги. Ну вот я почему подчеркиваю, не себестоимость, а именно изменение прибыли. Второе определение маржи, ну в принципе это такое же, что маржа равняется доход минус затраты компании, которые она должна произвести, чтобы продать товар, услугу, либо обеспечить работу направления. Но если мы будем, ну вот как я вам рисовал, представьте, директор говорит, давайте мы все-таки продадим эти, ну например там товары. В этом случае сколько нам заплатят денег? Дополнительно. К примеру стоимость товаров, правильно? А сколько мы расходом, какие дополнительные расходы понесем? И вот эти дополнительные расходы как раз именно и определяют маржи. Какие вопросы по определению маржи? Ну давайте как раз разберем, что мы будем с вами продавать. Можете слушатели вебинара написать, что мы будем продавать. Чтобы мы на каком-нибудь примерчике разобрали. Оксана, Павел, Андрей. Либо здесь как-то вебинарщики, они так чуть-чуть. Но интернет неинтересно. Интернет, как мы интернет? Давайте интернет очень сложно продавать. В общем давайте что-нибудь такое. Ну вот сантехнику. Итак, сантехнику, а сантехнику ПЧ. ПЧ я не знаю, что такое ПЧ. Оксана, что такое ПЧ? ПЧ, вот ПЧ я не знаю. Вы знаете, что такое ПЧ? Либо расшифруйте. А, частотные преобразователи. Ну вот, конечно. Ну давайте, вот хорошо. Итак, мы частотные преобразователи начинаем продавать. Мы купили частотные преобразователи. Значит, для этого мы сняли склад для частотных преобразователей. Вы вообще знаете, что такое частотные преобразователи? Нет, вы напишите хотя бы, Оксана, что это такое. У нас слушатели просто в шок вы поверли. Они даже не знают, что это. Холодильники. Ну как холодильники? Частотные преобразователи. Не, мы частотные преобразователи уже продаем, в общем, в холодильнике. Зачем, в общем, это надо? Вот. Итак, мы купили частотные преобразователи. Они хоть что во что превращают. В общем, вот так-то все. Да, значит, сняли склад для частотных преобразователей. После этого мы дали рекламу о том, что заходите к нам и купите хорошие, самые лучшие частотные преобразователи. Сняли торговые помещения. Ну, нам надо же где-то показывать, как они преобразуют частоту. Соответственно, помещения сняли для частотных преобразователей. И, соответственно, начали торговать. По окончанию месяца мы заплатили зарплату бухгалтерии, зарплату выплатили директору, зарплату заплатили нашим менеджерам по продажам. И, соответственно, посчитали прибыль. Итак, задача какая у нас будет, это рассчитать маржу. Сколько стоит частотный преобразователь, Оксана? Напишите, пожалуйста, чтобы мы-то хотя бы ориентировались. Вот, как-то частотный преобразователь в холодильнике превратились. Мне вот это вот... Ну, для того, чтобы мы посчитали... А, вот 154 евро она написала. С какой частоты на какую он преобразует? Напишите, тоже мне интересно. Итак, ну вот в евро мы, ну мы все-таки в рублях будем. Значит, 154 евро это будет где-то порядка 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей стоит частотный преобразователь. Для расчета маржи я беру... А, боюсь соврать, в общем, вот так это все. Для чего он хоть применяется, напишите. Итак, 10 тысяч рублей стоит частотный преобразователь. Это, я считаю, вот маржу по данному определению. Маржа равняется доход 10 тысяч рублей минус затраты компании, которые она должна произвести, чтобы продать, ну и как нам написали, частотный преобразователь. Ну вот она пишет, что для изменения частоты приводных механизмов. Итак, 10 тысяч рублей. Все согласны с этим, что мы это как бы доход мы получаем? Какие расходы мы должны произвести, чтобы продать частотный преобразователь? Что мы включаем в расходы? Рекламу. Итак, рекламу мы включаем. Давай... Себестоимость. Итак, давайте будем смотреть. Мы дали рекламу во Владивостоке о том, что в Москве у Оксаны можно купить частотные преобразователи. К сожалению, указали номер телефона. Реклама во Владивостоке, номер телефона в Москве. Написали, приезжайте, пожалуйста, в Москву и купите частотный преобразователь. Оксана не знает частоту, но вы можете изменить частоту приводных механизмов. Мы не продали. Нам за рекламу нужно платить деньги в 100 тысяч рублей. Я предлагаю вас отправить на переговоры с нашим рекламодателем. Вы им скажете, что мы платить не будем во Владивосток, вас командируют. Он скажет, почему? А вы скажете, вы знаете, реклама у вас неправильная. Мы дали рекламу, но ни один человек, Оксана может подтвердить, не купил ваш частотный преобразователь. У меня вопрос. Что вам ответит рекламодатель? Как условно сделано? Вы скажете, что платить не будете. Что он вам на это скажет? И причину сказать, что у нас не купили ни один частотный преобразователь. Они за это не отвечают. Вот это правильная фраза. У меня вопрос. Если мы продадим какой-то дополнительно один частотный преобразователь, у нас сумма за рекламу изменится, либо не изменится? Нет. Он скажет, это не моя задача. Вы сами выбирали, где вам давать рекламу. И исходя из этого, вы четко можете понимать, в общем, реклама не входит именно в стоимость маржи. То есть, вот реклама, если мы будем дополнительный продавать, еще один, 10, у нас реклама увеличится? Нет. Нет, нет. Какая новая? Не увеличится. Не увеличится. Что точно будет входить? Себестоимость товара. Он стоит 5000 рублей. И к нам пришли, 10 штук забрали, 100 тысяч мне заплатили. Ну, давайте так. Значит, я должен 50 тысяч вам дать, чтобы мы поехали, ну, пусть там к Павлу. И Павел нам отгрузил 55 там частотных образователей по себестоимости. Вот это в себестоимость товаров точно, в общем, входит. Реклама не входит. Что еще мы включаем в себестое при расчете маржи? Какие расходы мы должны произвести, чтобы продать товары, оказать услуги? Давайте смотреть. Склад входит, либо не входит? Склад входит. Мы арендовали для частотных преобразователей 2000 квадратных метров склада. Представляете? Ну, это вот весь этаж этого здания арендовали. Заплатили за это 2 миллиона рублей. И вопрос, мы как, если мы продаем дополнительный преобразователь? И вас отправлю, вот вас отправлю на переговоры с руководителем склада. Скажите, что платить ничего не будем. Склад оказался неправильным. Мы арендовали склад для продажи частотных преобразователей. Но, к сожалению, ни один частотный преобразователь с этого склада мы не смогли продать. Поэтому платить не будем. Что вам скажут? Что? Мягко могут послать. Вот так вот это все. Но вопрос, если мы продаем дополнительный частотный преобразователь, нам нужно за склад больше платить? Нет. Мы смотрим краткосрочное решение. Мы не принимаем решение. Сколько нужно метров для склада, Оксана? Для 2000 метров хватит? Либо это много для того, чтобы продавать частотные преобразователи? Ну, я думаю, знаете, метр на метр хватит, а не 2000 метров. То есть, ну вот она говорит много, понимаете? Поэтому решение это принимает именно директор с точки зрения решения. Поэтому вот затраты на склад не входят, а именно для того, чтобы рассчитывать маржу. Аренда торгового помещения входит, либо не входит? Нет. Кто считает, что да? Мы арендовали первый этаж ГУМа для продажи частотных преобразователей. Все модельки выложили. Там вот так вот. Вообще мы ГУМ нужно арендовать, либо нет? В ГУМе были? Да, вот так тут давно. Но аренда помещения для продажи должна, либо нет? Вот аренда помещения для продажи, входить в маржу? Должна. ГУМ арендовали? Тогда вас еще не только на склад, но еще и в ГУМ пошлем. Чтобы вы с ним объяснили, что на самом деле плохо они торгуют. Мы арендовали весь этаж, первый ГУМ рядом с Красной площадью. Только частотный преобразователь у нас продается, но ничего не могли. ГУМ оказывается плохой, в общем так. И дополнительный частотный преобразователь сумму эту не увеличивает. Поэтому что входит? Давайте рассуждать. Себестоимость. Если нам нужно его доставлять и устанавливать. Частотный преобразователь. Нужно это включать в маржу? Да. Вот это нужно. Пять продали, пять поехали и соответственно достали. Поэтому на это нужно обязательно обращать внимание. Какие вопросы по расчету маржи? 08. Теперь давайте дальше. Если мы посмотрим использование финансового для управления компанией. Что, ну кстати маржу неправильно считают. Это типично, что вы сказали. И мы можем продать два частотных преобразователя Оксане, так и быть. Со скидкой 50%. Я скажу у нас вот, скажу. Частотный преобразователь, значит они 20 тысяч рублей. Плюс 2 миллиона аренда склада. Получается 2 миллиона 20 тысяч рублей. Делю на две части. Как это типично делать? 1 миллион, значит 1 миллион 10 тысяч рублей. И ради Оксаны скидка 50%. 505 тысяч рублей платите за частотный преобразователь. И со скидкой 50% я вам его продаю. Правильно расчет? Но очень часто так решают. Именно считают. Потому что постоянные затраты включают в себестоимость. И когда получается, в общем, ерунда, неправильно принимается управленческое решение. Если мы будем говорить об использовании финансов для управления компанией. Рост дохода за это ответственный генеральный директор. Маржа по каждому направлению должна быть максимальной. Не должно быть проектов с отрицательной маржой. Второе это снижение расходов. За это ответственный финансовый директор. По каждому центру затрат необходимо максимально снизить затраты. Определение эластичности. Эластичность спроса равна минус изменение спроса на товары в процентах, деленное на изменение цены на товары в процентах. Эластичность равняется двум. Если при росте цены на 10%, спрос уменьшается на 20%. Спрос на эти товары эластичен. Ну и эластичность равняется 0.1. Если при росте цены на 10%, спрос уменьшается на 1%. Спрос на эти товары не эластичен. Какие вопросы по формуле? Формула улеглась. Тогда у меня вопрос. Цены на товар подняли на 10%. Спрос упал в 2 раза. Чему равна эластичность? Принимается телеграммки. Цены на товар подняли на 10%. Спрос упал в 2 раза. Чему равна эластичность? Кто первый ответит, получит пятерку. Цены на товар подняли на 10%. Спрос упал в 2 раза. Чему равна эластичность? Пять. Все правильно вы сказали. Давайте будем смотреть. Цены подняли на 10%. Плюс 10%. Спрос упал в 2 раза. Минус 50%. Минус на минус плюс. Нолики сокращаю. И у меня вот пятерочка действительно получается. Второе определение. Это численная характеристика изменения одного показателя спроса к другому показателю цене и показывающая на сколько процентов изменится спрос при изменении цены на 1%. Товары с эластичным спросом. Товары с эластичным спросом. Влияние цены сильные. Это предметы роскоши, драгоценности, деликатесы. Дорогие товары. Легко заменяемые товары. Товары с неэластичным спросом. Цена практически не влияет на спрос. Это предметы первой необходимости. Товары стоимость которых незначительна. Например, карандаши. Трудно заменяемые товары. Хлеб, электрические лампочки, бензин. Ну и если мы будем говорить, что надо не забывать, что спрос на соль и бензин не эластичен, но спрос на соль и бензин в конкретном магазине сильно эластичен. Время адаптации нового спроса при изменении цены спрос переходит к новому значению на кривой спроса не сразу, а постепенно. Товары в розничной и оптовой торговле первые две недели после изменения цены покупатели будут приобретать товары в том же объеме, как до изменения цены. А производство покупателям потребуется время для поиска товаров поставщиков по более низким ценам. Для расчета эластичности спроса на товары минимальный период для анализа влияния цены на товары это месяц. Реклама изменяет кривую спроса в сторону увеличения объема продаж. Плохое мнение покупателя компании изменяет кривую спроса в сторону уменьшения объема продаж. Если мы продаем кривая спроса, цена у нас откладывается по вертикальной оси, а спрос у нас откладывается по горизонтальной оси. Ну и если мы теперь посмотрим на пример, чтобы мы смогли связать именно с кривой спроса. Вот обратите, пожалуйста, такой пример, что у нас есть кривая спроса. Цена у нас равняется 90. Себестоя у нас 30. Маржа сколько будет равна? 90 минус 30. Сколько будет? 60. Какое количество товаров мы продаем при цене 90? Идем сюда. Идем сюда. И у нас получается что? 4. И вот эти 4, они у нас идут сюда. 4. Домножаем на 60. 6 у 4. 24. И минус 295, который у нас получается. В этом случае у нас получается, ну давайте будем говорить, 55. Ну в тысячах будем. 1000 рублей. 1000 рублей это 55 тысяч рублей убытков. Мы видим, что мы продаем товары, но у нас не хватает денег, чтобы окупить наши затраты. Что нам нужно делать? Снизить либо повысить. Вы бы что сделали? Повысили либо снизили? Либо снизили. Снизили, а вы бы? Не знаю пока, что я решила. Давайте повысим, чтобы я повысил цену 100. Сделав 100, сколько? Я вижу 100 минус 30. Моржа у меня теперь стала сколько? 70. Но продавать сколько у меня товаров стали? Я вижу, что у меня в этом случае продается товаров именно 2. И 2 на 70 получается 140. И минус 295 получается 155. Было 55 тысяч убытков. Повысил цены. Стало 155 тысяч убытков. Ну вот хорошо, что вы уже так чуть-чуть, в общем, осторожно к этому подходите. Но это типичный пример в России. Потому что когда во время кризиса предыдущего газеты писали во всем мире, снизили цены за исключением России. А в России именно цены подняли. Поэтому, ну там, конечно, не тысячи, а миллионы. Компания была. У нее убыток был 55 миллионов. Повысили цены. Стало 155 миллионов. Что нам нужно сделать тогда? Снизить цены. Да какой цены снижать? Ну, принимается телеграммки тоже от вебинарщиков. Сколько ставить? 70. Вот как-то. Точка нарисована. И все на эту точку, в общем, так смотрят. 30. Ну, если мы 30 поставим, понимаете, 30 будет 0. Мы продаем им по себе стоимость. Можно, конечно, поставить 40. Можно поставить там 80. А вот скажите, графически чему равняется маржа? То есть, чему равняется графически вот это значение? Вот я хочу это значение увидеть графически на вот этом графике. Что это такое 30? Кто может сказать? Вот 300. Что это такое? В школе проходит такое понятие. Давайте будем смотреть, как считается. У нас есть... Смотрите. У нас в этом случае есть, я откладываю, у нас есть цена. Минус чего? Минус себестоимость от этой цены, отнимая именно себестоимость. Что у нас остается? Вот этот красненький отрезок. На что этот отрезочек нужно домножить? На объем продаж я красный отрезочек умножаю на зеленый отрезочек. И что у меня получится, если красный отрезочек умножен на зеленый? Площадь. Не квадрат, а у меня получится площадь вот этого прямоугольника. И чем площадь будет больше, тем будет больше маржа. Поэтому, если я буду смотреть, именно вот здесь прямоугольничек показан, вот здесь. Здесь у меня прямоугольничек может быть высокий, но узкий. Этот прямоугольничек может быть широкий, но невысокий. Ну, естественно, где-то существует, ну, правильно сказали, вот где-то определенный, вот такой оптимальный уровень, где будет именно, ну, максимум будет достигнут. Ну, давайте посмотрим. Цена 100, я вижу 155. Начинает цену понижать 90, 55, 85 уже, 70, как сказали, 25 тысяч. Но если я продолжу дальше снижать, у меня получается 5, потом опять минус 55, ну, и здесь будет быть 155. Поэтому, если посмотреть вот этот график, то в этом случае мы видим, что действительно получается вот эту общую сумму маржи, ну, по элементарной формуле рассчитано, то есть здесь показано, что существует оптимальная, существует оптимальная точка, и в этой точке вот здесь у нас маржа оптимальна. То есть, как только вы идете либо сюда, либо идете сюда, у вас маржа, в общем, падает, и поэтому в компании будут именно убыток. Какие вопросы? Ну, и почему важна эластичность? Вот обратите внимание, что если у меня эластичность равняется единице, то в этом случае мне нужно цену повышать, либо понижать. Только давайте я вот так вот это сделаю, чтобы у нас было 70, вот мы 25 тысяч. Если эластичность равняется единице, цену надо понижать, либо повышать. Максимум находится здесь. Я смотрю сюда, какая цена должна быть? 90. Ставлю цену 90, и 65 тысяч я получаю. Если у меня эластичность равняется 4, цены надо повышать, либо понижать. Смотрим максимум, идем от максимума, идем от максимума, именно, значит, идем от максимума вот сюда, я вижу. Потом я иду сюда, какая цена у нас должна быть? 60. Ставлю здесь 60, и я в этом случае вижу, что у меня опять получается 65 тысяч рублей. Но если я не знаю коэффициент эластичности, поставил и снизил цены, а коэффициент эластичности получился равный единице. И в этом случае вместо 65 тысяч рублей я получаю 25 тысяч убытка. Поэтому коэффициент эластичности очень важен. Зная коэффициент эластичности, вы сможете определить оптимальную цену. Зная оптимальную цену, вы можете заработать максимальную маржу. А зная, заработав максимальную маржу, вы можете получить, максимально увеличить прибыль вашей компании. Какие вопросы на сегодня? Ну это для демонстрации я показываю. И вот так вот все. Потому что... Какие вопросы на сегодня? Если вопросов на сегодня нет, тогда я благодарю вас. Большое спасибо. Сегодня у нас был бесплатный семинар на тему эластичность спроса и ее использования для увеличения прибыли компании. Большое спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.